Александр Усик, ну, что ж ты так? Всё, что не скажешь, ну всё не в попад. И боксёр-то хороший, а вот боец никакой. Да и как человек вроде точно такой. Знаешь, Саша, чистой совести претит меркантильность, а веровать в Бога исключает тактильность. Ведь так трудно креститься, держат двумя руками штаны. Чтобы понять это, брат, мозги ведь нужны. Но мы отвлеклись, ведь главная тема – к боксу вернуться легко и умело. И пока на низком старте замерли все, с выпуском своим «Зеринг-шоу» снова в седле. Приветствую всех любителей бокса. В последнее время стало довольно-таки популярным отвечать на вызов Александра Усика, который, желая казаться одновременно креативным и грозным, приглашает в ринг диванных так называемых экспертов. При этом, по нашему мнению, это не путь воина. Это путь маргинала, привыкшего, вместо того, чтобы доказывать свою правоту словами, делать это при помощи кулаков. Александр, я эксперт в сфере профессионального бокса. Вам только исполнилось пять лет, а я уже впервые побывал на вечере бокса в Соединенных Штатах Америки, влюбившись в этот вид спорта и сделав его частью своей жизни. Вам исполнилось 15 лет, и вы начали заниматься боксом, а я уже пять лет покупал трансляции боксерских поединков по всему миру и вместе со своей командой презентовал эти поединки любителям бокса, знакомя их с этим видом спорта. Я познал профессиональный бокс как со стороны, где двое бойцов ведут поединок в освещенном квадрате ринга, и за его кулисами, где очень много темных и малоизвестных широкой публике сторон. И я видел начало и рассвет карьеры величайших боксеров, которые были куда популярнее, нежели вы, видел закат их эр и уход их в небытие. И я уверен в одном, что наступит и ваш закат карьеры, и вы повесите перчатки на гвоздь своей гостиной, и вы уже не будете боксером, а я все еще буду оставаться экспертом профессионального бокса. И мои фаны, и те, кому мое мнение не нравится, будут продолжать стремиться смотреть мои программы, читать мои статьи лишь только потому, что им интересно, а что же я скажу дальше. И теперь о том, что вас сравнивают с Мухаммедом Али. Уж увольте. Вас используют, точнее, ваше имя используют те, кто на имени Мухаммеда Али делает бизнес, кто обладает франшизой на право использования имени величайшего, и зарабатывает на этом довольно-таки неплохие деньги. Все дело в том, что Мухаммед Али был и остается величайшим как в ринге, так и как человек, как гражданин. Он не позволил никому подчинить себя. Он был и оставался независимым. Поэтому, когда вас приглашают для интервью с весьма одиозно маргинальными личностями, это не потому, что ваши мысли свежи либо интересны. Они наливают вам елей на уши, играя на вашем самолюбии и заставляя вас в контексте «либо нет» произносить те слова, которые нужны им. Вам кажется, что вы независимы. Но поверьте, я в журналистике и в телевидении достаточно долго, чтобы видеть эти манипуляции. И глядя на то, как вами манипулируют, как вы становитесь зависимы от чужого мнения, мне, Александр, становится вас откровенно жалко. Но это ваш выбор. И вы правы в том, что ваше мнение должно быть услышано и его должны уважать. Только любая монета имеет две стороны. Вы также должны слышать наше мнение и уважать его. А так, бросив вызов, вы подумали, что вас испугаются, что это будет каким-то фактором, который заставит нас замолчать. Ой, бросьте, Александр. Я готов выйти против вас в ринг. Я проводил поединки. Конечно же, не на таком высочайшем уровне, не с такими грозными соперниками. Только я вот понимаю, что меня ожидает. И что поединок будет не слишком долгим. Что вы сможете мне сделать? Сломать нос? Он у меня сломан. Сломать челюсть? Она у меня сломана. Поломать мне ребра? Уж увольте. Они много раз были поломаны. Поэтому все, что вы добьете своей победой, так это победите 57-летнего мужчину. И эта победа вызовет смех, поскольку, опять же, вы победили всего лишь 57-летнего мужчину. Добавит вам это респекта, либо авторитета? Ну, откровенно сомневаюсь. Поэтому, чтобы спасти вас от позора, я предлагаю вам выход. По правилам вызовов, а именно вы сделали вызов, сторона, которая его принимает, вправе выбирать оружие и условия проведения поединка. И я, спасая вашу репутацию, предлагаю вам провести поединок познаний украинского языка и истории Украины. Готов услышать от вас согласие на проведение поединка, и тогда мы определимся с местом и временем его проведения. И если вы готовы к интеллектуальному поединку, я к вашим услугам. А так, Александр, если вы раньше для меня были цельной, пусть весьма противоречивой, но все-таки цельной личностью, то теперь я разделяю вас на Александра Усика-боксера и Александра Усика-человека. Теперь я хочу обратиться к генеральному директору промоутерской компании K2 Promotions Ukrainian Александру Красюку. Саша, мы знаем друг друга достаточно давно. Я тебя очень уважаю, поскольку считаю тем человеком, который действительно сделал профессиональный бокс в Украине профессиональным боксом. Поэтому нам не надо казаться напыщенными, либо раздувать щеки, чтобы добиться уважения друг от друга. Поэтому я задам тебе вопрос, а что не так с организацией поединка Александра Грицай против Александра Усика по правилам без правил. Флойд Майвезер, несмотря какой он поединок проводит, против полумертвого бойца кикбоксинга в Японии, либо против чемпиона UFC Конана Макгрегора, либо участвуя в шоу на телеканале SPN, проводя поединки в рестлинге и без правил, они собирают огромную публику и собирают огромную прибыль. Все дело в том, чтобы сделать этот поединок таковым, каков его вас желают купить любители бокса, либо посмотреть любители бокса, которые захотят купить телеканал и на этом заработать. Да, у нас нет системы Parper View, но организовав поединок Богдана Грицай против Александра Усика, ты бы мог сделать первое, действительно первое событие подобного рода в Украине и уверен, что смог бы продать эту трансляцию на много стран мира и я бы тебе в этом с удовольствием помог. Вопрос в том, что для этого нужны большие деньги, а в твоей компании как-то не смешно прозвучит, денег нету. А все мы понимаем, что бокс, профессиональный бокс, это умение вложить большие деньги, чтобы получить огромные деньги. И поэтому, когда ты говоришь, что этот бой будет никому не интересен, это неправда. Этот бой будет интересен, если сделать его интересным, если потратить деньги, которых у тебя, к сожалению, увы, нет. И если говорить о величии Александра Усика, ну, согласно твоим словам, то здесь опять же ты не врешь, ты просто не говоришь всей правды. Все мы прекрасно понимаем, что случившееся с Александром Усиком, а именно его абсолютное чемпионство в первом тяжелом весе, это всего лишь заслуга Ричарда Шефера, который, собственно говоря, и придумал вместе со своими партнерами всемирную суперсерию бокса, и большая заслуга Кали Заурленда, который, выкупив франшизу всемирной суперсерии бокса, и добавив в нее очень много интересных моментов, это шоу сделал. Да, Александр Усик, повторюсь, победил, и победил довольно-таки серьезных соперников, но это не благодаря тебе, это благодаря просто стечению обстоятельств. Если говорить о самой всемирной суперсерии бокса, то ее престиж и интерес можно оценить только лишь тем, что после того, как Александр Усик принял участие в первом сезоне, кто вообще слышал о том, что происходило во втором сезоне, и как обстоят дела с организации третьего сезона. Давайте признаемся честно, всемирная суперсерия бокса была интересна нам лишь только потому, что там был Александр Усик, и все. Все остальное для любителей бокса, которым не важно, есть там Александр Усик или нет. И в завершении, бокс всегда преследовал одну цель, это проведение поединка ради чести и гордости. И хочется, чтобы он им таким оставался, несмотря на желание одиозных личностей преследовать свои маргинальные потребности. Вот и все, Саша, что я хотел тебе сказать. Если у тебя есть желание продолжить наш разговор всегда твоим услугам. А если говорить о мировом боксе, то ситуация в хеви вейд буквально перевернулась с ног на голову. Если изначально Эдди Хирн говорил о том, чтобы провести своего чемпиона Энтони Джошуа через поединки против обязательного претендента по версии Айбеев Кубрата Пулева, а затем обязательного претендента по версии WBO Александра Усика, то теперь интересы Эдди сместились в несколько другую плоскость, и он начинает довольно-таки серьезно говорить о проведении двух поединков между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри, которые, по его мнению, могут состояться в конце этого и середине будущего года. При этом, понимая, что Диантей Уайлдер настаивает на проведении поединка против Тайсона Фьюри в июле месяце, Эдди Хирн говорит, что хорошо это позволит в свою очередь Энтони Джошуа провести обязательную защиту против Кубрата Пулева, чтобы потом иметь возможность проведения двух поединков против Тайсона Фьюри. И при этом в его планах уже проведения поединка Джошуа против Александра Усика нет. Этот поединок отодвинут на второй, а то и третий план. Впрочем, и сам Тайсон Фьюри не против провести поединки против Энтони Джошуа, а рассуждая о своих возможных соперниках, он не прочь увидеть напротив себя в ринге того же Диллиана Уайта, Энди Руиза, Даниэля Дюбуа, Джо Джойса, Джарела Миллера. Ну и вот только в этом списке нет Александра Усика. Интересно почему. Чемпион мира по версии IBF и WBC во втором полусреднем весе Эрол Спенс заявил о том, что не будет проводить никаких предварительных поединков и уже в сентябре готов к тому, чтобы защитить свои пояса чемпионов мира в поединке против бывшего обладателя чемпионских поясов в первом и втором полусреднем весе Дэни Гарсия. Напомню, что для Эрола Спенса это будет первый поединок после того, как 30 октября прошлого года он попал в дорожно-транспортное происшествие на своем Феррари, получив несколько незначительных травм. Чемпион мира по версии IBF в легком весе Теофима Лопес заявил о своем желании провести бой против обладателя пояса чемпиона мира по версии WBC Дэвина Хэйни и причиной этого по словам Лопеса только одна его поединок против Ломаченко никак не сложится. Лопес заявляет, что до сих пор не получил каких-либо конкретных предложений о поединке против Василия. Поэтому, чтобы не простаивать, в июле он уже готов выйти в ринг против Дэвина Хэйни, который, собственно говоря, бросил ему вызов и только одно согласится ли промоутер Дэвина Хэйни Эдди Хирн рискнуть и вывести своего бойца в ринг против Тефима Лопеса. Намеченный на начало июля поединок проспекта легкого веса Райана Гарсии против бывшего чемпиона в трех весовых категориях Хорхе Линареса похоже придется перенести. Причиной этого стало то, что Линарес пребывает в Японии и его приезд в Соединенные Штаты для подготовки и проведения поединка весьма проблематичен в связи с пандемией коронавируса и ситуацией с этим заболеванием в Соединенных Штатах Америки. Поэтому менеджеры Гарсии решили искать соперника среди тех бойцов, которые живут и тренируются в Соединенных Штатах и таковым похоже может стать 32-летний контендер Джорниман Марсито Геста, который в январе 2018 года проигрывал Хорхе Линаресу в 2019 году провел два поединка в январе он проиграл нокаутом Хуану Антонио Родригесу а вот в ноябре 2019 года в поединке против Карлоса Моралеса бой был остановлен в связи с получением Моралеса травмы и закончился ничейным результатом по словам команды Сауля Альвареса их подопечного в этом году ожидают два поединка первый состоится в середине сентября и будет приурочен празднованию Мексикой своего дня независимости и тут соперниками для Канелло могут выступить чемпион мира по версии WBO Билли Джо Сондерс если конечно ему вернут лицензию также чемпион мира по версии IBF Кале Пленд либо чемпион мира по версии WBC Дэвид Бенавидес а вот в декабре Сауль Альварес так и не проведет всеми ожидаемого третьего поединка против Геннадия Головкина поскольку Головкина ожидает обязательная защита своего титула чемпиона мира по версии IBF против Камила Шереметы Вот и все о чем мы хотели рассказать вам в этом выпуске The Ring Show Приглашаем вас заходить на наш YouTube канал подписываться на него делиться нашими видео жать на колокольчик чтобы быть в курсе всех событий оставлять свои комментарии и лайки также ищите нас в социальных сетях и пабликах Instagram Twitter Viber Telegram конечно же становитесь нашими друзьями на Facebook пишите нам по адресу нашей электронной почты TheRingShow gmail.com и приглашаем вас заходить на наш информационно-аналитический ресурс TheBoxing.com .ua и конечно же помнить где бы вы ни были и что бы с вами не случилось все всегда будет бокс руха по-аналитический и по-аналитический шу-рус и